10 часов воскресного утра, а значит в прямом эфире на телеканале ПС итоговый выпуск 7 дней в регионе. С вами Светлана Дейнека, здравствуйте. Телефон прямой линии в студии 639717. Если захочется обсудить какую-то из тем, звоните, а в программе расскажем. Катания на ватрушках могут быть безобидной забавой, а могут разбить жизнь. Алексей Карельский выяснил, когда стираются грани. Что стоит за преобразованиями в социальной сфере, в прямом эфире расскажет заместитель председателя областного правительства Екатерина Прокопьева. Суды предлагают больше не включать районные северные коэффициенты в минимальный размер оплаты труда. Теперь можно недоплачивать уборщицам, но есть и другой путь. О нем расскажет Ирина Ившина. Молодые семьи и дальше будут получать господдержку на новое жилье. Что нужно, чтобы попасть в программу, объяснит куратор направления Григорий Ковалев. Скандал вокруг гомеопатии заставил Олесю Кокину изучить тонкости этого метода лечения. То же самое она советует сделать и остальным. Эта неделя началась с тревожной федеральной новости. Во время катания на надувных санках ватрушки в Нижнем Новгороде погибла 20-летняя девушка. Ее подруга попала в больницу. И тут же посыпалась информация из других регионов. 4 февраля в Подмосковье во время катания погиб ребенок. В Пензе случай аналогичный Нижегородскому. В Великом Новгороде в последнее воскресенье января в больницу поступило трое детей после катания на ватрушках. Когда происходят такие события, невольно спрашиваешь себя, а как у нас в Архангельской области гибнут, но как исключение только взрослые во время пьяных развлечений. Что касается детского отдыха, то с начала года в областную детскую больницу поступило полдюжины ребят с травмами, полученными во время катания с горок. Почему такая приятная зимняя забава может закончиться неприятностями, знает Алексей Карельский. Зима – время для различного рода покатушек. Кому-то для этого нужно две точки опоры, кому-то одна – пятая. С приходом в нашу жизнь санок-ватрушек многие нашли на свою пятую точку приключения. И не всегда с хэппи-эндом. Это видео не из Архангельска, но и у нас хватает любителей быстрой езды. Не случайно же в Малых Карелах уже 15 лет дежурят волонтеры Красного Креста. Прежде помогали саночникам-перевертышам. С появлением ватрушек работа им добавилась. Если человек пострадает во время катания с горок, они спускаются с этой горки, поднимают человека, делают, конечно, там сразу же первичный осмотр. Поднимают на горку и переносят к нам в домик. За 15 лет работы у нас было 673 пострадавших. За эту зиму, слава богу, всего три человека. Северяне, кажется, начали понемногу осваивать культуру катания. Тогда вот вам еще полезные информации от МЧС о возможном вреде ватрушек для фигуры. При катании со склонов ватрушка развивает очень высокую скорость до 40 км в час. Ватрушка, она действительно более травмоопасна. За счет чего? За счет того, что она неуправляема. Надо прежде всего посмотреть, чтобы на склоне не было деревьев, чтобы на нем не было ухабов, чтобы не было трамплинов. Посмотреть сверху недостаточно. Почему? Потому что снег, он имеет особенность, что если мы сверху смотрим, этих препятствий можно просто не заметить. Ватрушка вращается вокруг своей оси. А значит, вы не только ею не управляете, но и теряете из виду возможные препятствия. К тому же, любой бугорок служит ей трамплином. У тебя были в жизни примеры, когда вот с кем-то что-то случалось на ватрушке? Ну да, бывало. В деревне друзья иногда падали с ватрушки. Слететь с ватрушки еще полбеды. При приземлении ее камера спружинит, а вот ваш скелет нет. Компрессионный перелом позвоночника – одно из самых распространенных последствий неудачного катания с горок. Заведующий травмой детской областной больницы Николай Перфильев каждую зиму ставит такой диагноз. И не по разу. К счастью, переломы в основном первой степени. Успешно пролечиваются у растущего организма и не влекут за собой инвалидизацию. Однако бывают и более тяжелые случаи. Чаще это связано со столкновениями детей с взрослыми. Когда происходит серьезный удар, ломаются конечности, были и переломы бедренных костей, и серьезные переломы позвоночников. И все это сочеталось с черепно-мозговыми травмами. Случаи инвалидизации были, но тоже единичные, конечно. Может и единичные, но парня, прикованного к коляске, эта статистика не утешит. Как и родственников человека, погибшего в Новый год в одном из дачных поселков под Архангельском. Трагедией закончились гонки на ватрушке с автомобилем в упряжке. В общем, если и кататься, то только на оборудованных горках. На ваш взгляд, какие должны быть обязательные правила, чтобы было безопасно? Кататься главное в организованных местах, где есть инструкторы, и выдерживать нормы времени по спуску. То есть правильное расстояние. Инструкторы на этой базе, кажется, учли чужое мнение и чужой горький опыт. Сделали ограждение, разделили спуск на несколько отдельных трасс. Они достаточно протяженные и не сказать, что пологие. Однако молодая мама Юлия Шумилова не побоялась прокатиться с маленькой дочкой. Я вот до этого, пока ее не было, одна приезжала. Было все тут по-другому. Сейчас очень тут все надежно. К слову о безопасности совместных поездок. Многие специалисты выступают против парной езды. Ведь если ватрушка, не дай бог, перевернется, ребенок может пострадать от своих же родителей. С другой стороны, не рекомендуется усаживать в тюбинг и одного ребенка дошкольного возраста, так как он вообще не контролирует спуск. Так что не делайте из малышей экстремалов. Пусть подрастут. А если решили катиться вместе, выбирайте оборудованные и некрутые спуски. У вас насколько обеспечены безопасности? Чем? Тем, что у нас сделаны бортики. Из-за этого они безопасные. Как у вас соблюдается очередность, допустим, потому что я знаю, что иногда могут и ногами влететь в спину. У нас для этого человек стоит. Он смотрит, чтобы через некоторое время запускать ватрушки. Такая безопасность плюс дополнительные услуги в виде подъемника стоят денег. И для кого-то немалых. Поэтому многие по-прежнему предпочитают кататься, где придется. Экономят. На здоровье. Алексей Карельский, Юрий Березин. 7 дней в регионе. Что же, кто предупрежден, тот вооружен. Организовать безопасный отдых своим детям можем только мы, взрослые. А сейчас посмотрим, какие темы обсуждались на этой неделе в разных районах области. На уходящей неделе шквал сообщений в СМИ вызвало желание депутата Госдумы от Поморья Андрея Палкина объявить себя банкротом. Правда, арбитражный суд Архангельской области пока не принял его заявление. Комментируя свой шаг, парламентарий отметил, что не пытается уйти от уплаты налогов, а наоборот стремится к финансовому оздоровлению. До получения статуса депутата Государственной Думы Палкин вел серьезный строительный бизнес. А после выборов был вынужден все продать и заплатить налоги за реализацию имущества на сумму 62 миллиона рублей. Сделать это одномоментно он не смог. Чтобы не попасть на пене штрафа и выплату сбора судебным приставом, я вынужден был подать на банкротство, сказал депутат. Суд должен принять решение о введении внешнего управления. После этого я имею право написать в налоговую заявление об отсрочке, реструктуризации платежа. В Новодвинске продолжается сбор средств на операцию для Елены Староверовой. У девочки с рождения отсутствуют слуховые проходы, поэтому мир она слушает через специальное устройство. Помочь могут в Америке, сделать комплексную операцию по восстановлению слуховых каналов и ушных раковин. Семья Лены внесла депозит в американскую клинику и забронировала операцию на одно ухо. Но чтобы она состоялась, до сентября необходимо собрать еще 62 тысячи долларов. Благотворительные фонды отказывают семье в помощи, поскольку заболевание ребенка не смертельное. Поэтому надежда осталась только на сострадание простых людей, благотворительность предприятий и организаций. Мне в школе нравятся предметы русский, математика, чтение. И я получаю четверки и пятерки. Ребята в школе не верят, что у меня сами ушки загнулись. И говорят, чтобы позвонить маме и папе. В Северодвинске на уходящей неделе к уголовной ответственности привлекли перевозчика-нелегала, не выполнившего решения суда. Пока это первый подобный опыт в Архангельской области. В мае прошлого года Мировой суд Северодвинска запретил перевозчику возить людей по городским маршрутам, прикрываясь табличкой с надписью «Служебный», поскольку у него отсутствовал договор с администрацией. Но недавний рейд выявил, что руководитель транспортной компании проигнорировал решение Фемиды. Его автобусы продолжали перевозить горожан. Приговором мирового суди судебного участка номер 9 Северодвинского судебного района от 9 февраля 2017 года Севиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 50 тысяч рублей штрафа. Также прокуратурой установлено, что один из водителей компании нелегала болен туберкулезом, а еще шестеро официально нетрудоустроены. Руководителю грозит еще один штраф до 10 тысяч рублей. А в Котласе городской суд обязал администрацию муниципального образования и предприятия Горводоканал обеспечить население питьевой водой надлежащего качества. Поводом послужила прокурорская проверка, в ходе которой было выявлено, что питьевая вода, подаваемая в централизованную сеть в ноябре 2016-го, не соответствовала требованиям СанПИНА. Расхождение было сразу по нескольким показателям – органолептическим, санитарно-химическим и по перманганатной окисляемости. В связи с этим органом местного управления был обязан в силу действующего законодательства проинформировать население о том, что подаваемая питьевая вода небезопасна для употребления. Однако такая обязанность органом местного управления не была выполнена. В связи с чем Межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации вносилось представление с требованием об устранении указанных нарушений и информирование населения своевременно о случаях существенного ухудшения качества питьевой воды, подаваемой населению. Один из основных доводов прокуратуры при подаче искового заявления в суд, что ненадлежащее исполнение полномочий по обеспечению населения Котласа качественной питьевой водой создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Жители Лешконского района взяли на себя инициативу по организации и контролю за проведением капитальных ремонтов жилых домов. В результате с 2014-го приведено в порядок около 50 жилых строений. Об этом губернатору Игорю Орлову в ходе рабочей встречи рассказали главы муниципальных образований Лешиконья. А еще решена одна из давних проблем района. С середины 2016-го проезд по мосту через реку Мизень в райцентр для всех видов транспорта стал бесплатным. Деньги на это выделяет бюджет области. Мы увидели понимание важного для всего района. Это строительство дороги на Пылемский луг, Пылемская гора. Потому что это три поселения остаются у нас отрезанными в течение летнего периода. То есть это очень важная проблема. Сегодня она самая острая в районе, так же как и связь. Обеспечить устойчивую телефонную связь в трех больших селах Лешиконья, где сейчас есть проблема, Игорь Орлов поручил региональному министерству связи и информационных технологий. А теперь в Онегу. Там готовится к переезду 56 постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов. Деревянное здание трещит по швам от старости и перенаселенности. Это одно из шести учреждений интернатного типа в регионе, в отношении которых принято решение о расселении. Большинство постояльцев дома-интерната в Онеге – местные жители. То, что из этого здания нужно выезжать, согласны все. Насчет переезда в другой район мнения разделились. Нормально. Все условия у нас. Телевизор. Смотрим. Столовая рядом. Ходим. В ваню моют. Но хочется переезжать отсюда? Нет. А почему? Ну, мы привыкли здесь. Вы понимаете, столько лет живем, мы как-то уже все сдружились. В этом году жарко. А были годы, что бабушки сидели в рукавичках? После того, как сказали, что наш дом будут расформировать, и нас всех отсюда увезут, девочки-санитарочки стали работать спустя рукава. А кормят как? А кормят. Желало бы, конечно, быть лучше. Вот вчера, допустим, была латка вечером. Латка и винегрет. Можно есть ни то, ни другое. Вы хотите сказать, что закрывать интернат с удовольствием мы едем. Здесь тесно, тесно. Деревянное здание интерната старое. Фундамент сгнил на 60%. Полы ходят волнами. Но самое главное, обеспечить пожарную безопасность в нем сегодня уже невозможно. Поэтому решение о расселении и закрытии Онежского дома-интерната принято. Квалифицированного персонала у нас здесь, можно сказать, мало. В основном обслуживающий персонал – это неквалифицированный. Квалифицированные – это медики, да, они, ну что, медики, я скажу так, они себе работу найдут, себе здесь трудоустроятся очень быстро. Это не проблема – трудоустроить медиков. Проблема трудоустроить наших санитарочек, работников прачечной, буфета. Тут будут проблемы, конечно, с трудоустройством. А подопечных Онежского интерната ждет переезд в Архангельскую Сокогорку, в центр «Забота». Наш первый утренний гость, а точнее гостья – Екатерина Прокопьева, заместитель председателя правительства Архангельской области. Здравствуйте. Доброе утро. Екатерина Владимировна, решение принято по Онеге. Что будет дальше? Теперь предстоит переезд. Для этого нужно решить очень много вопросов. Делать мы его будем поэтапно. С учетом дороги. Вместе с муниципалитетом мы подобрали нужный транспорт. В первую очередь будем вывозить маломобильных граждан. Дальше уже тех, кто выберет для себя то место, где им будет комфортнее. То есть это не обязательно центры заботы в Архангельске? Нет, конечно. Мы предлагаем жителям Онежского дома-интерната на выбор либо расселения в Холмогорском районе, либо в учреждениях Северодвинска. Сегодня есть свободные места Архангельска и других учреждений. Кроме Онеги, ведь речь идет еще о расселении пяти подобных учреждений интернатного типа в районах области. Почему именно сейчас? Ведь то, что там здания старые и пожарная безопасность там, наверное, не обеспечивается, наверное, было известно и раньше, что послужило катализатором? Первое, что приходит на ум, это недостаточность финансирования, поэтому решили сейчас сэкономить. Нет, конечно. Никакой экономии бюджетных средств здесь не идет речи. Все дело в том, что работа происходила и раньше, но она происходит поэтапно. Сначала мы избавились от зданий, которые находились в аварийном состоянии. Те здания, о которых сегодня у нас с вами идет речь, они не являются аварийными, хотя находятся в деревянных зданиях и относятся к пятой степени огнестойкости. При этом для того, чтобы комфортно людям и безопасно проживать, естественно, были предприняты все меры и по противопожарной, по дополнительным выходам, по обработкам и так далее. Но сегодня у нас в регионе появляются инвесторы, которые готовы вкладываться в социальную инфраструктуру и создавать за счет внебюджетных средств дополнительные места для расселения. И когда у нас появилась возможность предложить людям, которые проживают в этих зданиях, для предложения сделать по расселению, мы, конечно же, этим воспользовались. Никакой спешности. Вот пришло время, создали такое учреждение. И хочу сказать, что инвесторы дальше проявляют интерес. И сегодня рассматривается вопрос уже о создании подобного учреждения, например, в Коряжме. Это будет происходить. Негосударственный сектор приходит в социальную сферу, и слава богу. Что будет с коллективами, с работниками тех учреждений, откуда все-таки постояльцев вывезут? Это еще одна задача, которая стоит перед руководителями учреждений, перед Министерством труда, занятость, социального развития Архангельской области, вместе с муниципальными образованиями, вместе с центрами занятости, подобрать работу для тех, кто высвобождается сегодня. По Онегии вопрос будет решаться проще, потому что сегодня в учреждениях социальной сферы имеется именно в Онегии серьезный кадровый голод. И если люди будут настроены на новое место работы, пожалуйста. Более того, у нас сегодня развивается такая форма, как приемные семьи для старшего поколения. И если среди работников найдутся люди, как бывало в детских домах, при закрытии работники забирали себе детей, то мы будем только рады. Тем более, что для этого предусмотрены средства в региональном бюджете. Еще раз говорю, любое переселение — это дополнительные расходы, а никак не экономия. Речь идет о безопасности. Екатерина Владимировна, последние события, последние темы, которые обсуждаются, они как-то подталкивают нас к мыслям о том, что в социальной сфере идут какие-то или начались, или уже идут какие-то преобразования. На этой неделе активно обсуждалась тема, что Федеральный Центр разрешил регионам оптимизировать численность детских библиотек. И сразу же ужас, что будет, закрываются библиотеки. Игорь Анатольевич Орлов, конечно, четко дал понять, что в Архангельской области ни о каком закрытии детских библиотек речи не идет, наоборот, о расширении. Но тем не менее, а где-то ведь осадочек остался. А что-то все-таки, наверное, происходит в социальной сфере? Безусловно. Мы живем в постоянно изменяющем мире. Надо сказать, что стремительно изменяющимся. Это касается всех сфер жизни, и уж тем более социальной сферы. Наша с вами задача сделать так, чтобы любые изменения не принесли ухудшения, прежде всего для жителей Архангельской области. Вы абсолютно правы. Иногда интерпретируют неправильно какие-то нормы права, какие-то новые постановления. Вот одно из них — это постановление правительства Российской Федерации, которое вышло в конце января. И она предусматривает нормативы для учреждений культуры. Докричь идет не о том, чтобы больше не было, чем указано, а чтобы меньшего не допустить. Чтобы все... У нас разные бывают подведомственность, муниципалитеты, региональные, федерального уровня учреждения. Так вот, единообразие и не допустить некоторых поползновений в закрытое или другое учреждение. Для этого сделано. Екатерина Владимировна, спасибо. Вы нам разъяснили сегодня такие действительно острые вопросы. Напоминаю, что сегодня утром с нами была Екатерина Прокопьева, заместитель председателя правительства Архангельской области. ...и даже усиливаются споры о величине минимального размера оплаты труда в регионе. И все потому, что 16 января этого года Архангельский областной суд удовлетворил апелляцию одного из работодателей Виноградовского района. Посчитавшего, что в МРОД должны быть включены и районный коэффициент, и северная надбавка. К чему это может привести, разбиралась Ирина Ившина. Тревогу в феврале забили в региональной федерации профсоюзов. Решение Архангельского областного суда о включении в МРОД районного коэффициента и северной надбавки здесь назвали ударом в спину. В областном суде парируют. В своем решении руководствовались соответствующим определением Верховного суда от 8 августа прошлого года, из которого ясно следует. В МРОД уже включены всесеверные и районные надбавки. В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, где рассматриваются такие трудовые споры, практика изменилась. Равным образом она изменилась и в судах Архангельской области. Прежде суды региона поддерживали иски профсоюзов об обязательном начислении надбавок и коэффициентов на минимальный размер оплаты труда. Выходило, что работодатель не может за полный рабочий месяц заплатить меньше 12 750 рублей. Теперь же минимальная зарплата может быть 7,5 тысяч. Причем оказалось, что некоторые работодатели начали снижать зарплату своим сотрудникам, не дожидаясь изменения региональной судебной практики. Мы получаем многочисленные обращения работников. Сейчас мы получаем расчетные листки, много их можно посмотреть на столе, где за ноябрь и за декабрь уже 16-го года заработная оплата работников по непонятным причинам снижается. Загвоздка в том, что трудовой кодекс никак не поясняет, из каких составных частей складывается пресловутый мрот. Поэтому работникам, чей труд и так оплачивается минимально, теперь, возможно, придется еще ту же затянуть пояса. А на руки 4 аванс и 5,70 получки. Я за квартиру плачу, ну, 6,5. Так вот. Так мне что остается на житье? Но обеспечить достойную зарплату можно и при вновь сложившейся судебной практике. Трудовой кодекс позволяет регионам самостоятельно определять размер мрот. Для этого необходимо заключить трехстороннее соглашение между правительством области, профсоюзом и союзом работодателей. Так поступили во многих других субъектах и где-то не стали ориентироваться на федеральный мрот, те самые 7500, а просто приравняли минимальный уровень зарплаты к прожиточному минимуму. Так, например, в прошлом году сделали в Мурманске. У нас несколько разные подходы с Архангельской федерацией. То есть наша задача всегда сводилась к тому, что в первую очередь у нас минимальная заработная плата не должна быть ниже прожиточного минимума. Вот это наша основная была задача. В Архангельской области, к сожалению, подобного соглашения между работодателями, профсоюзом и правительством нет уже 6 лет. Установление регионального мрота не является обязанностью субъектов Российской Федерации. Они наделены правом такого установления. В Архангельской области региональный мрот не установлен в настоящее время по причине того, что бюджет 2017 года формировался в достаточно сложных условиях и установление более высокой величины мрот не представляется возможным. Даже в непростых финансовых условиях правительство региона ищет возможности удержать кадры на севере. Об этом неоднократно говорил губернатор Орлов. Хочется верить, что того же желают и работодатели. Ведь в конечном итоге уровень зарплаты конкретного сотрудника на предприятии в первую очередь зависит от его руководства. И наверняка ни одному большому боссу не захочется оставить свою организацию без вахтеров или уборщиков. Ирина Евшина, Ольга Красулина, Евгений Зыков, Юрий Борисов. 7 дней в регионе. У любой спорной ситуации, как у медали, всегда есть две стороны. Существующий порядок начисления заработной платы техническому персоналу в образовательных учреждениях, техническому и младшему медицинскому персоналу в лечебных учреждениях приводит к тому, что существенная часть фонда оплаты труда направляется на зарплату именно обслуживающего персонала. Не исключено, что в ущерб основным специалистам. Но если при сегодняшнем размере мрот, вынуть из зарплат завхозов, слесарей, электриков, санитарочек и уборщиц северной надбавки и районные коэффициенты, то в первую очередь школы, сады и больницы могут остаться без этих работников. И тут действительно есть над чем поразмышлять. Но продолжим. Архангельская область вот уже несколько лет не опускается ниже второго места в северо-западном округе по объему средств, получаемых с федерального бюджета на программу «Жилье для молодых семей». В этом показателе мы уступаем только Санкт-Петербургу. Объем выделяемых по морю средств увеличивается ежегодно. В 2014 область получила 48 миллионов рублей, в 2015 – 60 миллионов, в 2016 – более 66 миллионов рублей. К федеральным средствам добавляются областные и муниципальные. В результате темпы предоставления молодым семьям бюджетных субсидий на покупку или строительство жилья не снижаются. Эта программа, а точнее подпрограмма федерального проекта «Жилище», работает в Архангельской области с 2006 года. Две пятилетки позади. С 2014-го в общих списках очередников предпочтения стали отдавать многодетным семьям. Это государственная линия. Еще одна новация последних лет – привлечение к софинансированию на местах крупных предприятий, которые таким образом закрепляют на своей территории ценных для них работников. Такая практика есть в Северодвинске, Устьянском районе, Новодвинске. Особенно успешен опыт города Корабелов. Подробности узнаем у начальника управления по делам молодежи, патриотическому воспитанию правительства Архангельской области Григория Ковалева. Григорий, здравствуйте. Светлана, здравствуйте. Расскажите, что за успешный опыт в Северодвинске? В Северодвинске действительно очень серьезно относятся к этой программе муниципалитет и относятся к городообразующие предприятия. Ежегодно Северодвинск получает большую часть средств из регионального и федерального бюджета, потому что предоставляет в своих муниципальных бюджетах достаточное количество средств. Дело в том, что программа работает по трем направлениям привлечения ресурсов. Первое, все-таки, это уровень муниципального образования. На сумму, которую предоставляет муниципальное образование, добавляется такая же сумма и за счет средств регионального бюджета, и дополнительно сверху добавляется сумма федерального бюджета. Чем больше денежных средств предоставляет муниципалитет, тем больше мы можем его софинансировать. Но там ведь, видимо, участвуют уже и работодатели предприятия. Это очень интересный опыт Северодвинска. И с прошлого года к нему присоединился еще и Новодвинск. Давно уже участвует Устьянский район. А в Северодвинске действительно работодатели, градообразующие предприятия, крайне заинтересованы в помощи своим сотрудникам и в участии в данной программе. Это хороший опыт. И мы понимаем, разумеется, что муниципальный бюджет – вещь сложная. Финансирование каждый год ограничено, и увеличивать его в должной мере не предоставляется возможным. С другой стороны, работодатели, которые находятся на территории муниципальных образований, заинтересованы в поддержке своих сотрудников, могут внести собственные средства в бюджет муниципального образования, и тем самым на один рубль своих средств получить достаточно большее количество средств за счет регионального и федерального бюджета, и тем самым поддержать своего работника. Ну и работник, насколько он меняет отношение к своему работодателю, когда он понимает, что его компания, где он трудится, настолько в нем заинтересована, что предоставляет ему возможность приобрести жилье. Надо подчеркнуть, что это все-таки не полная стоимость оплаты жилья, она рассчитывается по формуле, это лишь часть средств, достаточно серьезная часть. В среднем около 800 тысяч по области денежных средств семья, среднестатистическая, может получить. Могу рассказать про приблизительную формулу, как рассчитывать. Мы к этому дойдем, давайте сначала по 2016 году, вот точные какие-то, ну, такие порядок цифр, сколько семей улучшили свои жилищные условия именно при поддержке государства? 204 семьи получили соответствующие субсидии на приобретение. Все муниципальные образования участвуют в этой программе? К сожалению, нет. В прошлом году участвовало 20 муниципальных образований. К сожалению, не участвуют в данной программе Лешиконский, Ленский район, город Мирный, Котловский район, Велегодский район, а вот с этого года прекратил участие в программе Крыгопольский район. Связано с нехваткой средств на территории муниципальных образований только с этим. Но с прошлого года присоединился к программе Новодвинский, вот как раз он пошел по пути Северодвинска, привлекая средства от СБК. В прошлом году мы поддержали на Новодвинске одну семью, в этом году работодатель настроен на то, чтобы поддержать уже 18 семей. Цифра пока относительная, не могу сказать, что будет именно она. Программа все-таки живой организм пока еще подстраивается, и мы точно определяем и объем средств муниципальных образований, и уточняем списки семей. Для людей, для семей, какова доля именно государственного соучастия в той сумме стоимости новой квартиры? Рассчитывается она достаточно просто. Исходя из членов семьи, включая новорожденных, детей, всех участников данной семьи, рассчитывается на одного человека 18 квадратных метров. Соответственно, если семья из родителей и одного ребенка, три человека, то три умножается на 18, и от этой суммы берется 35%. Если ребенка в семье нет, есть только два молодых жителя Архангельской области, то 30%. Вот такой процент высчитывается. Эти денежные средства должны быть потрачены на приобретение жилья эконом-класса в благоустроенном доме. То есть в Архангельске приобрести жилье с печным отоплением за счет этой программы не получится. В 2017-м темпы снизятся или нет? Что у нас сейчас? Бюджетное софинансирование сохраняется на том же уровне или оно будет меняться? Я с полной уверенностью могу сказать, что наша заявка на уровне федерации получила дополнительную поддержку, и в этом году мы получим больше средств. Уже в сюжете показывало, 67 миллионов было в 2016 году федеральных средств. В этом году мы получим 70 миллионов рублей за счет федерального бюджета. То есть нарастание сохраняется? Нарастание есть, но есть момент спада с точки зрения софинансирования муниципальных образований. То, о чем я говорил. Тогда что, мы возвращаем федеральные средства обратно? Ни в коем случае. Мы все равно их распределяем. Федеральные средства здесь несколько проще распределяют, чем региональные составляющие. В зависимости от потребностей на местах мы эти денежные средства в полном объеме распределяем обязательно. Кстати, есть еще один интересный инструмент программы. Если семья получила свидетельство, уже стоит на приобретении жилья, у них есть свидетельство, есть субсидия, они оформляют жилье в собственность, и у них рождается ребенок, то они получают дополнительно еще 5% от расчетной стоимости жилья в себе денежные средства. Но вот то, что стал приоритет отдаваться именно многодетным семьям в этой общей очереди, это одно из изменений, которое, действительно, вы говорите, программа «Живая» меняется. А какие еще изменения произошли относительно требований, может быть, механизма реализации? Механизм реализации достаточно простой. Он, конечно, индивидуален в каждом муниципальном образовании. Необходимо быть признанным нуждающимся в жиле, то есть на каждого члена семьи должно быть не более 12 квадратных метров. На примере могу рассказать. Допустим, я. У меня молодая семья, у меня есть жена, и я. Детей пока нет. Живем мы в 30 квадратных метрах, то есть на нас расчетный объем площади должен быть 24 квадратных метра. У нас 30, то есть мы не нуждающиеся. Но в апреле у нас родится малыш. И, соответственно, с этого момента у нас расчетная стоимость жилья будет 36 квадратных метров. Уже нуждающие. Уже можно встать в очередь. Соответственно, наша стоимость жилья будет рассчитываться следующим образом. В Архангельске примерно стоимость квадратных метров 37 тысяч рублей, 37 на 18 на 3, и от этой суммы 35%, потому что есть ребенок. А 37 тысяч стоимость в Архангельске, это из чего рассчитывается? Это каждый муниципалитет определяет, согласно рекомендации Министерства России, расчетную стоимость жилья экономического класса. В Северодинске это 43, в Архангельске это 37. В каждом муниципальном образовании это своя сумма денег и средств. Но я хочу подчеркнуть, что, во-первых, данный инструмент не является единственным, а во-вторых, он все-таки направлен не на приобретение, а на помощь в приобретении, содействие в приобретении жилья. Вот я рассказал на своем примере. Я, конечно, в программе участия принимать не имею права, но чтобы было понятно нашим зрителям. Григорий, спасибо. Я напоминаю, что сегодня с нами был Григорий Ковалев, начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области. Российская Академия наук стала одним из основных ньюсмейкеров страны в минувший понедельник. Ведущие ученые опубликовали меморандум о лженаучности гомеопатии. Для тех, кто не знает, это вид альтернативной медицины, предлагающий лечить подобное подобным. Направление активно развивается. Все за и против. Гомеопатии изучила Алися Кокина. 6 февраля комиссия по борьбе с лженаукой РАН опубликовала меморандум номер 2. 34 ученых, медики, химики, биологи заключили гомеопатия лженаука, а клиническая эффективность гомеопатических препаратов не доказана. Заявление растиражировали СМИ уже к вечеру. Информационные агентства получили желанный комментарий Минздрава. К нам в Министерство здравоохранения такого заключения не поступало. Если оно поступит, мы, естественно, его будем изучать. Но гомеопатия признается официально Всемирной организацией здравоохранения. В том числе и Минздравом России гомеопатия тоже признана. Если прием ведет специалист, не знающий гомеопатии, который не прошел специализацию обучения, Вот тогда это лженаука. Всемирная организация здравоохранения за словом в карман не лезла и отреагировала мгновенно. Мол, мы такого гражданка Яковлева не говорили в раке. Всемирная организация здравоохранения признает лишь существование гомеопатии, как и других методов альтернативной медицины. При этом нельзя утверждать, что ВОЗ располагает доказательствами эффективности и безопасности гомеопатии. Так за один только понедельник о гомеопатии заговорила вся страна. Досели часто путавшие этот метод лечения с фитотерапией. Гомеопатия появилась 220 лет назад. Ее отцом-основателем был Самуэль Ганиман, немецкий медик. В основе метода лежит идея, что подобное может вылечить подобное. То есть вещество, вызывающее высокую температуру, к примеру, хинин, может от нее же и избавить, если применять его в микродозах. Так в 18 веке появилась технология разведения. Наглядно технологию разведения можно представить вот так. В этих емкостях вода и пищевой краситель. Вот только массовая доля вещества в каждой из них разная. К примеру, вот в этой концентрация красителя высокая. В каждой последующей она становится все меньше, в конце сходит на нет. Но визуально вот здесь вот мы не видим красителя. Метод Ганимана появился тогда, когда атомная теория вещества еще не была общепринятой. И считалось, что вещество можно разводить сколько угодно раз без потери им исходных свойств. Скажем, для получения средства в разведении 30С, а оно самое ходовое в гомеопатии, его 30 раз разводят 100-кратно и перед каждым разведением пробирку встряхивают. Это называется потенциированием или усилением. Методически это просто добавление одного вещества к растворителю и встряхивание. В следствии этого считается, что информация об этом веществе переносится на растворитель. И лечение происходит именно им, а не самим веществом. Алексей Сокольников не шарлатан и не проходимец, дипломированный врач-педиатр по совместительству гомеопат. Говорит, что в гомеопатии самое важное пациент и его особенности лечения этим методом всегда индивидуально. В аллопатии, то есть в традиционной медицине, лечат болезнь, а не больного. Надо четко понимать, что все равно ответственность за выбор метода лечения лежит не только на враче. То есть да, когда пациент пришел к врачу, он должен ему порекомендовать разные подходы, технологии. Но все равно сегодняшняя позиция такова, что пациент это полноправный участник лечебного процесса. Выбор гражданам никто не ограничивает. Это вот фармацевтическим компаниям Российская Академия Наук рекомендует информировать потребителя о типе лекарственного средства. А медикам воздержаться от использования препаратов с недоказанной эффективностью, в том числе и гомеопатических. Из огромного моря препаратов, которые сейчас существуют, даже в традиционной нормальной клинической практике, реально доказанное действие не так у многих препаратов. И мы, в частности, у себя в центре тоже боремся с тем, чтобы у нас не использовались препараты, которые не имеют доказательной базы. Гомеопатические препараты продают не только гомеопаты. С легкой руки маркетологов мы принимаем их при профилактике гриппа, аллергии, нарушении сна и головной боли. Ежегодно россияне тратят около трех миллиардов рублей на приобретение популярного противовирусного средства, как в детской считалке, рифмующегося с бациллой, в котором заведомо нет ничего, кроме сахароза и лактозы. И об этом честно написано на упаковке. И стоит ли платить за разрекламированное плацебо от 400 рублей до 1000, решает сам покупатель. Ведь он обладает полной информацией о препарате. Главная проблема, по мнению авторов скандального меморандума, не в существовании гомеопатии как явления, а в отсутствии контроля за фармацевтикой. Работа по разрешению лекарств, продаже и использованию на территории Российской Федерации, она не с бралом ведется плохо. Но надо понимать, что в Советском Союзе эта работа велась еще хуже. Эта работа, по большому счету, у нас до сих пор еще не налажена. Тех, кто сознательно выбирает гомеопатический метод лечения, заставлять идти в ближайшую поликлинику, никто не собирается. И что делать с рекомендациями академиков, предстоит решить специальной комиссией Министерства здравоохранения. От себя советуем внимательно изучать состав и инструкцию по применению лекарственных средств. Особенно, если назначили бы их себе сами. Олеся Кокина, Денис Линчевский, «Семь дней в регионе». В эфире «Семь дней в регионе» продолжаем. В пятницу в Санкт-Петербурге собирался Арктический экономический совет АЭС. Участвовали представители власти и бизнеса из России, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Канады и США, а также объединений коренных народов Арктики. Заместитель председателя АЭС Евгений Амбросов отметил. «Для нас очень важно было показать нашим коллегам и партнерам из Совета, какую роль Россия отводит развитию арктических проектов». Заседание прошло в преддверии 4-го международного арктического форума «Арктика. Территория диалога», которому сейчас очень активно готовится поморье. 29 и 30 марта участников форума будут принимать на площадках Архангельска и основная САФУ. Что это значит для университета, выяснил Алексей Шемякин. Сложно подобрать эпитеты, описывая весь масштаб строительства и ремонта в университете. Чтобы обойти все площадки и только в главном корпусе нужно затратить не меньше 4-х часов. Это не просто масштабная переделка, а грандиозная. Начальник управления по строительству САФУ Сергей Попков вызвался быть нашим экскурсоводом. Вместо этого оконного проема будет переходная галерея, которая свяжет наш выставочный зал с актовым залом. То есть окна не будет, будет переход? Окна не будет, будет переход. Актовый зал университета преображается на глазах. Здесь сделали естественное освещение, прорубили окна, сцена изменит свой облик. Появится новый звук и хоть концерты проводи, акустика не хуже, чем в концертных залах. Не узнать и бывшее книгохранилище. Убраны все громоздкие конструкции. Теперь это просторные переговорные на время форума, а в будущем учебные аудитории и лаборатории. Идем дальше. Здесь у нас раньше был оконный проем. Сейчас возведена галерея переходная и устроен нормальный дверной проем. Именно этот оконный проем ведет в новое двухэтажное здание Центра комплексного пользования научным оборудованием. Его строительство было заморожено в 2011 году. Теперь обрело вторую жизнь. Именно отсюда весь мир будет узнавать не только новости с Международного арктического форума, но и чем кормят его участников. В этом помещении у нас располагаются средства массовой информации. На всех двух этажах площадь помещения полутора тысячи квадратных метров. Главный корпус САФУ с новостройкой свяжет надземный переход. Само здание Центра коллективного пользования будет готово к концу февраля. Сложности только в скорости, что есть технические вопросы, что не успевают решать технические вопросы. И при производстве работ приходится, так сказать, сушить стены, успевать, чтобы быстрее следующие циклы работ начинать. Все-таки зима, как бы у нас тут снегопадов столько было с кровлей, немножко сложности были из-за снега. А так все, в принципе, в напряженном графике идем. Гордостью САФУ станет многофункциональный комплекс. Его площадь около полутора тысяч квадратных метров. На время форума именно этот, пока не достроенный ангар, станет выставочным павильоном, где можно будет узнать о роли России в изучении и освоении Арктики. Мы уже создали полностью свой штат людей, которые выполняют за каждый фронт работы. Допустим, по бетону, по арматуре, по роствергу. У нас одна бригада приехала, быстро выполнила, она уже знает полностью, что, как, почему это делается. Также после мы залились, а приезжают у нас металлоконструкции. Мы это все возвели за пять дней. После форума выставочный комплекс превратится в спортивный. Здесь будут проводиться соревнования международного уровня. И уже сейчас есть первые заявки. Вообще, если перевести весь объем строительства в САФУ в денежный эквивалент, то это выльется более чем в 400 миллионов рублей. Темпы возведения, как в Сочи, к Олимпиаде, говорят строители, а может даже и быстрее. Все началось с 1 декабря прошлого года. Спустя всего лишь два с небольшим месяца результат впечатляет. Общая площадь ремонтных работ, думаю, что порядка, наверное, 30 тысяч метров квадратных. Тяжело, конечно, дается, но работаем, не отчаиваемся. Люди работают круглосуточно, в авральном режиме, но другого и быть не может. Сроки сжаты. Все понимаем, что объекты у нас ответственные. Площадка форума, определенная в Архангельске, мы не можем провести нашу. Все работы по возведению объектов идут точно в срок. За тем, что вытворяют руки рабочих, можно наблюдать в прямом эфире. На объектах установлена видеокамера, трансляция, круглосуточная. На форуме только иностранцев. Ожидается 800 человек. Всего же более 2,5 тысяч участников. В рамках Арктического форума предполагается провести более 40 мероприятий, в том числе 32 тематические сессии и дискуссии, два пленарных заседания и расширенное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Основной площадкой для всего этого, конечно же, станет главный корпус САФУ. Учитывая то, что отныне Арктический форум будет проходить раз-два года и всегда на территории Архангельска, то на нашем ВУЗе впору уже несколько видоизменить вывеску Северный Арктический федеральный университет, резиденция Арктического форума. Алексей Шемякин, Ольга Красулина. 7 дней в регионе. Тему продолжим с Алексеем Павловым, заместителем министра культуры Архангельской области. Алексей Борисович, доброе утро. Доброе утро, Станя. Это только ведь на первый взгляд кажется, что Арктический форум в Архангельске это будет чисто деловое мероприятие. Но на самом деле, чтобы у всех многочисленных гостей, а их, как мы знаем, будет 2,5 тысячи человек, осталось гармоничное впечатление об Архангельске, Архангельской области, то, конечно, их пребывание здесь, в Архангельске, нужно будет как-то обильно сдобрить культурными мероприятиями. Как вы готовы организовать этот процесс? Вы знаете, мы уже порядка трех месяцев готовимся очень активно к проведению этого форума. И для нас, не только для участников форума, которые приедут сюда, к нам в Архангельск, но и вообще для всех жителей нашего города, нашей области, мы готовим очень интересные мероприятия, о которых мне хотелось бы сегодня рассказать. Потому что действительно это событие, которое в жизни нашего региона будет иметь огромное значение. И для того, чтобы наши гости уехали с форума уже с полным представлением культурной составляющей нашего региона, мы покажем самые лучшие коллективы, выступления пройдут на всех концертных площадках, которые есть в нашем регионе. Ну и, конечно же, наши музеи тоже к этому подготовились. Очень интересная музейная экспозиция откроется, конечно же, в музее освоения Арктики, музее Борисова. Здесь из Салихарда мы ждем даже небольшую такую сенсацию. К нам приедет мамонтенок Люба. Это самый древний артефакт, арктический артефакт, который в 2007 году был лениводом найден. Это прекрасно сохранившийся в вечной мерзлоте мамонтенок. Вот в честь своей жены он назвал его Люба. И гости города, участники форума в музее Арктики смогут познакомиться в рамках работы этой экспозиции «Находка на краю земли». Кроме того, я хочу сказать, что практически во всех музеях откроются какие-то экспозиционные материалы, интересные и для участников форума, и, конечно же, для горожан, для жителей области. Добролюбовская библиотека представит прекрасную выставку, связанную с освоением Арктики. Северный народный хор приглашает всех приезжать к нам на север. Так называется программа, которая в течение этих дней они будут показывать непосредственно у себя на репетиционной площадке. Ну и, конечно же, Архангский молодежный театр представит с трастотерпцев замечательную постановку, которая уже получила очень высокую оценку, художественную оценку экспертов. И я думаю, что вот та культурная программа, которая на сайте Росконгресса в ближайшее время будет уже выставлена, она не оставит равнодушными ни участников форума, ни жителей нашего региона. Но, тем не менее, все-таки 2,5 тысячи гостей, это ведь большое количество людей. Наверное, часть культурных мероприятий будет закрыта все-таки, в закрытом режиме проходить? Или жители Архангельска и гости города тоже смогут каким-то образом попадать на это? Безусловно, там будут и закрытые мероприятия в рамках приема губернатора Архангельской области. Гостиные дворы будут принимать основную часть участников форума. В Кирхе прекрасные наши солисты Москвы, Башмета, будут тоже представлять свой концерт для участников форума. Но большинство мероприятий будут открыты как для участников, так и для жителей нашего региона. Так, например, ненецкий ансамбль «Хаяр» выступит для всех архангелогородцев. Это в Архангельском городском культурном центре состоится концерт 30 марта. И мы приглашаем буквально всех на этот праздник, потому что это будет очень яркое, интересное событие наших ближайших соседей, что называется. И те музейные экспозиции, которые будут работать в рамках форума, они тоже будут принимать и участников форума, и всех желающих, кто найдет время для того, чтобы посетить и посмотреть вот эти события. Платные или бесплатные экспозиции будут? Для участников форума мы как гостеприимные люди все-таки будем по бейджам участников форума приглашать. Это будут мероприятия для них бесплатные. Ну а те концертные какие-то выступления или, допустим, спектакли, непосредственно, как и все горожане, сейчас это свободно делается в доступе в интернет, на онлайн-продажах. То есть люди выходят, бронируют то место, которое понравится в зрительном зале, выкупают билеты, то есть это сейчас не составляет какого-то труда. Цены все социальные, как мы это говорим, они не столь высоки, чтобы не позволить себе посмотреть то или иное мероприятие. То есть это будет в свободном очень таком режиме, в свободном формате. То есть кто захочет пойти посмотреть на гостей за рубежа, со всей России, приехавших сюда на арктический форум, подтолкаться с ними, потереться плечами, так сказать, добро пожаловать на культурные площадки. Добро пожаловать всем. Для всех это очень открытый формат, очень открытое мероприятие. Здесь нет каких-то у нас ограничений. И более того, вот именно можно встретиться и с гостями форума на тех культурных площадках, которые будут в рамках форума работать в нашей столице Севера. Алексей Борисович, спасибо вам, удачи при проведении всех этих мероприятий, что все состоялось, как вы планируете. А я напоминаю, что с нами был Алексей Павлов, заместитель министра культуры Архангельской области. А сейчас о законодательных решениях и инициативах. Государственная Дума под председательством нового спикера Вячеслава Володина при ужесточении внутреннего регламента, кажется, стала более открытой и доступной для рассмотрения инициатив с регионов, какими бы, так сказать, необычными они не были. Помнится нашумевшая в конце декабря инициатива Орловского областного совета депутатов о досрочном лишении мандата региональных избранников, не посещающих заседания и не поддерживающих связь с избирателями. Заработавший по вертикали канал региональные парламенты-Госдума помогает последней оперативно реагировать на актуальную проблематику с мест. Подтверждение тому законопроекты, обсуждаемые в Думе на этой неделе. На уходящей неделе Государственная Дума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья в России. Граждане, имеющие право на бесплатную приватизацию, смогут теперь воспользоваться им без ограничения срока. У нас осталась очередь в целом по сравнению около 2 миллионов человек. И поэтому, после долгих споров, обсуждений и так далее, раз уж 25 лет у нас приватизация продолжается, то стоит ее завершить, чтобы полностью все могли воспользоваться этим правом. А это коснется проживающих в аварийных домах людей. Это бывшие ведомственные общежития, которые не были в свое время переданы в муниципальную собственность. И жители, конечно же, военных городков. Поэтому вот эти все категории, они смогут воспользоваться правом приватизации уже теперь уже бессрочно. Во втором чтении принят проект закона об усилении административной ответственности за плохие дороги. Большие штрафы будут грозить теперь за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве дорог, их реконструкции, содержании и ремонте. Законопроект предполагает усиление административной ответственности, как я уже сказал. Теперь в случае, если пользованием такими участками угрожает безопасность дорожного движения, то есть без последствий, то предполагается штраф на должностных лиц, которые за это отвечают, до 30 тысяч рублей, на юридических лиц до 300 тысяч рублей. А вот если такие действия, ну, чаще всего это бездействие, повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, то есть если вред здоровью причинен, то должностное лицо уже будет нести ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей, а юридическое лицо, то есть организации, до 500 тысяч рублей. Партия ЛДПР внесла в Госдуму проект по праву к закону об основных гарантиях избирательных прав, согласно которым непарламентским партиям запрещается выдвигать своих кандидатов на президентских выборах. Для нас главное дать возможность большим игрокам, тем людям, которые могут получить и имеют уже ресурсы для проведения больших крупных выборов, имеют знания, навыки и, самое главное, партии, которых знает избиратель, выдвигать своих кандидатов. Это будет честно, это будет правильно, потому что люди без рода, без племени, когда пытаются играть в президентские выборы, это выглядит смешно и неестественно, и это неправильно. Несколько законодательных инициатив в Государственную Думу готовит фракция ЛДПР Архангельского областного собрания депутатов. Поговорим о них с депутатом Сергеем Пивковым. Сергей, доброе утро. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы намерены обратиться с инициативой о включении в минимальный размер оплаты труда, который составляет сегодня 7,5 тысяч рублей районного коэффициента и северной надбавки. Но это же судебное решение. Каким образом может на него повлиять Государственная Дума? Ну, я думаю, Светлана, неликого не секрет, что 16 января Архангельский областной суд вынес решение, которое вызвало определенный шквал негативных отзывов, и 30 января это решение было опубликовано. Как вы отметили, в решении содержалось то, что вот те районные коэффициенты, те надбавки, которые нам положены в рамках закона, так называемого закона о северах, они должны включаться в минимальный размер оплаты труда. На мой взгляд, решение, ну, мягко говоря, не совсем социально справедливое. Давайте просто поразбираемся. Вот возьмем простого жителя, например, города Архангельска, раз мы находимся в Архангельске. Житель Архангельска Иванов работает на своей работе, получает заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, о чем вы сказали, в принципе, где-то 7,5 тысяч рублей. Возьмем жителя другого региона, ну, например, Екатеринбурга. Житель Петров, который работает примерно на такой же работе, тоже получает заработную плату в условиях минимального размера оплаты труда. Получается, что жители, получают они одинаковую заработную плату, но находятся в разных климатических условиях. Таким образом, решением суда неким образом нивелируется значение закона о северах. Поэтому мы понимаем, что закон о северах дает нам определенные гарантии. Понятно, что областной суд не просто так из головы принял это решение, не потому что что-то нравится или что-то не нравится, он основывался на законодательстве, которое сегодня существует. И вот это законодательство нужно менять, чтобы ни областной суд, ни верховный суд, ни суды ниши инстанции не думали, какое решение принимать, нужно менять законодательство. С этой инициативой мы как раз хотим обратиться. И уже сегодня с Государственным правовым управлением Архангельского областного собрания депутатов мы разрабатываем инициативу, которая позволит уже более четко, не более четко, а вообще четко трактовать законодательство в ту сторону, что на минимальный размер оплаты труда должны накручиться все коэффициенты, которые положены жителям проживающих в условиях Крайнего Севера и Принаминных местностей. И поправки в закон о Северах? Это нужно смотреть гораздо шире, это поправки должны быть и в Трудовой кодекс, и, возможно, в закон о Северах. Поэтому мы это решение выносим на мартовскую сессию. Я очень надеюсь, что коллеги нас поддержат в областном собрании, соответственно, потом уже в Государственной Думе, потому что нельзя здесь спешить, здесь нужно очень четко прописать те изменения, что потом не получилось опять вот той ситуации, которая сегодня получилась, к сожалению, у нас. Когда суды одной инстанции говорят одно, суды более высокой инстанции уже говорят о совершенно обратном. Депутаты фракции ЛДПР в Архангельском областном собрании депутатов подготовили обращение в Госдуму и о поправках в закон о Северах, который касается именно детей инвалидов и их родителей. Вот немножечко прокомментируйте, поясните, что-то какого рода? Ну, если немножко сказать предысторию этой истории, извиняюсь, давтологию, в прекрасном городе Няндама есть замечательный клуб для особых детей «Забота». И мы с деятельностью этого клуба познакомились в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы и в рамках вообще я своей работы в регионе познакомился с деятельностью этого клуба. Понятно, что его главная, основная задача – это помощь, некая социализация, адаптация для детей инвалидов и объединения родителей, ну, хотя бы на территории муниципального образования Няндамска. И вы знаете, что очень приятно, что участники этого клуба, руководитель Юлия Николаевна Попова, достаточно грамотные люди, они нам указали на некое упущение закона о северах. В чем его смысл? Мы знаем, что каждому трудящемуся или получающему пенсию, проживающему в условиях Крайнего Севера или приравненных местностям, полагается компенсация оплаты проезда до места отпуска и обратно. За детьми-инвалидами очень часто кто-то ухаживает. Бывают это родители, бывают нанятые люди, и все они получают, те, кто ухаживает, получают социальную пенсию. Она включается в трудовой стаж для последующей уже пенсии. И люди, которые ухаживают за инвалидами, они не имеют права и даже, в принципе, не имеют возможности устроиться на какую-то другую работу. По сути, это их работа. Но в то же время они лишены права проезда к месту отпуска и обратно. На наш взгляд, это некое упущение закона о северах, и я думаю, что мы это упущение должны также нивелировать. Но здесь мы обратились, я вот уточню, мы сначала решили обратиться в адрес депутатов государственного центра, потому что это их полномочия, но решили пойти немножко по более хитрому пути. Мы прекрасно знаем, что на любой законопроект поступает заключение, будь то, если это закон областной, это правительство Архангельской области, закон федеральный, это правительство Российской Федерации. И часто так, простите, бывает, что на какой-то законопроект поступает отрицательное заключение, и это является неким стимулом депутатам голосовать против. Поэтому мы сейчас решили обратиться в адрес министра труда и социального развития Топилина для того, чтобы они подготовили, разработали соответствующую законодательную инициативу и вышли с ней в Государственную Думу. А там уже через наших депутатов Государственной Думы, я имею в виду представляющих Архангельскую область, через партийных депутатов всех партий, всех фракций, я думаю, что мы постараемся это решение пролоббировать. Поэтому я очень надеюсь, что коллеги уже на февральской сессии в областном собрании поддержат инициативу депутатов нашей фракции, фракции ЛДПР, ну и, соответственно, дальше уже депутаты Государственной Думы. Ну вот сейчас, раз уж вы у нас сегодня утром сюда пришли, собрались, приехали, прям в воскресное утро, не могу не спросить, это уже не инициатива, но тем не менее, вот прочитала, что вы обратились в адрес управления МВД и областного министерства образования и науки с предложением взять на контроль возможное распространение среди школьников Архангельской области игры «Беги или умри». Неужели такая ситуация серьезная? Вы как-то изучали этот вопрос? Вы знаете, вот это как раз, наверное, та ситуация, в которой лучше подстраховаться, потому что мы говорим о жизни и здоровье наших детей. Вообще, информация в СМИ первый раз появилась об этой игре из Благовещенской Амурской области, где ребенок перебегал дорогу перед движущимся транспортом, соответственно, попал под колеса, слава богу, остался жив, но его одноклассник утверждает, что он как раз играл в эту игру. Представители власти, представители МВД, даже родители потом стали говорить, что нет, он просто там перебегал дорогу и, соответственно, к сожалению, угодил под колеса. Потом ситуация произошла в Якутске. Я вообще узнал об этом из своих друзей из Казани, где они мне утверждают, что это, в принципе, уже не единичные случаи, которые, может быть, где-то немножко замалчиваются представителями власти, потому что, ну, не хочется, может быть, портить статистику или еще что-то. Ну, это, своего рода, может быть и рекламой для детей, если сильно-то об этом заговорить, наверное, отлично. Ну, опять же, я повторю, что здесь, на мой взгляд, все-таки лучше подстраховаться, нежели об этом вообще не говорить, нежели это умалчивать. И вот на прошлой неделе, я знаю, что на Троицком проспекте, в Архангельске, произошел случай, когда ребенок перебегал перед автомобилем, водитель вынужден был принять отклониться в сторону, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двумя другими автомобилями. Подросток, соответственно, убежал, и непонятно спросить, что это было. Просто он хотел перебежать дорогу, либо это же опять эта игра. Вообще, я просто скажу, ведь это одна такая игра, нужно рассматривать ситуацию в комплексе. Это не просто одна такая игра, одно такое увлечение. Мы уже знаем о такой игре, как исчезновение на 24 часа, которая появилась в Ростовской области, когда 12-летний ребенок на сутки пропал, его не могли найти, через сутки он объявился. И уже об этой игре даже говорил министр образования Российской Федерации Васильев. Она сказала, что есть такая опасность. Есть очень много таких групп, суицидных групп. Это киты, это 4,20. Есть такое понятие, как АУЕ. Не знаю, знаете, что такое АУЕ? Это очень тоже такой перспективе тревожной, тревожная ситуация. К сожалению, к счастью, в Архангельской области пока этого нет, либо мы об этом не знаем. Но не говорить об этом мы не должны. Я просто приведу пример. Вы помните, вот отравление в Иркутске, когда все эти боярышники им отравились. Вот у наших депутатов областного собрания инициатива о том, чтобы ограничить продажу вот этих всех фумфыриков и вот всего этого, она родилась еще за месяц практически до того, как произошел этот случай в Иркутске. И вот если бы региональные власти реагировали оперативнее и говорили о проблеме, которая возникла в одном регионе на уровень федерации, и, возможно, бы потом этот опыт транслировался на другие регионы, тогда, возможно, бы вот этой беды можно было избежать. А инициатива в Архангельской области, хотя у нас такой проблемы с боярышниками, слава богу, нет. У нас люди, слава богу, не отравляются. И мы больше говорили о том, чтобы ограничить детей от продажи этого контрафакта в нестанциональных условиях. Поэтому, когда мы говорим о проблемах, пускай она сегодня, может быть, не тревожит наш регион, она, возможно, в перспективе может нам в регион прийти, тогда, наверное, мы себя где-то можем обезопасить. Об этом стоит говорить. Поэтому и наше обращение в адрес МВД, в адрес Министерства образования, я думаю, что подтолкнет те структуры, которые должны этим заниматься, более пристально смотреть за теми проблемами, которые есть и в школах. Почему Министерство образования? Чтобы социальные педагоги и учителя, мало ли, увидят где-то или услышат, может быть, от других учеников об этой проблеме. Конечно, подавали сигналы. Сергей, спасибо. Спасибо, что были с нами в это утро. Я напоминаю, что с нами был Сергей Пивков, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном собрании депутатов. Партийный проект «Единой России. Театры малогородов» это уже не инициатива, а самое, что не есть, состоявшееся решение. В нашем регионе оно касается двух театров Северодвинского и Котловского. В этом году они получат миллионные субсидии из федерального центра на обновление оборудования, коммуникаций, костюмов, реквизита, репертуара. Ремонтные работы смогут провести только на ту часть субсидий, которая пойдет в качестве софинансирования из регионального и местного бюджета. Что об этом думают в трупах, узнал депутат Андрей Палкин на встрече с артистами Котловского театра драмы. Сегодня только здесь, в глубинке, осталось что-то русское с нашими пониманиями о чести, о достоинстве, об отношении к нормальным человеческому. Драматический театр в Котловсе с его золотым актерским составом и профессиональными постановками то, за что нужно сегодня бороться. Всем вместе и на всех уровнях, подчеркнул Андрей Палкин. Разговоры о капитальном ремонте учреждения ведутся не первый год. Вот только стоит ли овчинка выделки? Обветшалое здание, расположенное вблизи железнодорожных путей, легче снести и предусмотреть для нового театра место в новом микрорайоне, считают котловские артисты. Даже если снести все стены и воздвигнуть все новое, так же театр долго не простоит. Поэтому, мне кажется, не надо тратить деньги, которые без конца у нас тратятся, на ремонт, на такое-сякое. Надо думать о том, чтобы заложить новый театр. Федеральная субсидия поможет в реализации программы «Школьная классика в театре». В планах коллектива подготовка спектаклей для детей и подростков. Основой для них станут сказки Александра Пушкина, Ганса Андерсона, а также произведения Федора Сологуба. Четыре постановки должны появиться в репертуаре драмтеатра в 2017 году. Одна из самых ожидаемых – недоросль Дениса Фанвизина. О репертуаре по заказу партии и целевых средствах поговорим с Натальей Малевинской, координатором партийного проекта «Театры малых городов» в Архангельской области. Здравствуйте, Наталья Викторовна. На средства, выделяемые в рамках партийного проекта «Театры могут обновлять репертуар». Резонный вопрос. Каким образом? Это будет все-таки какой-то государственный заказ? Это будет не государственный заказ, это будет пожелание к театрам сделать все-таки спектакли для юношества, для подростков, посвященные, естественно, какой-то дате. У нас, например, столетие революции, все равно это никак нельзя пропустить. Или Великая Отечественная война, тем более, что Северодвинск, они сейчас заказали инсценировку по пикулю о караванах вот северных наших. И поэтому это как раз для них это их животрепещущая тема. Поэтому нет, такого нет, что вот только так, так и так, это как бы на выбор театров. То есть режиссеры будут как-то сами принимать решения и участвовать? Да, но тут как бы не то, что режиссеры, а Северодвинские театры, Котловские театры, они уже заключили договоры, они уже выбрали себе команду. А одна, значит, из Сыктывкара, другая из Москвы, из Северодвинские, приедет команда целая из Москвы. И поэтому тут, как бы, честно говоря, это очень хорошо, что это дано для театров, для свободы творчества. Потому что без свободы творчества в театрах тоже это не очень хорошо. А потом это все же зависит еще от количества людей в трупе, от всего вот, от того, что хочет видеть зритель. Поэтому тут вот хорошо, что дана свобода. Мы сейчас смотрели с вами, слышали в сюжете о том, что заслуженная артистка России Зоя Кручина предложила не тратить бюджетные деньги, скажем так, на декорации, на репертуар, а лучше, скажем так, в тех стенах, существующих стенах Котловского театра, говорим пока о Котловском театре, потому что они, в принципе, требуют капитального ремонта или, может быть, даже строительства нового объекта. Мы что, вот с такими настроениями будем отказываться от федерального части? Нет, 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 это понятно, что, в общем, это и наша головная боль. Котловский театр, который действительно нужно ремонтировать, который очень нужен в том, в нашей, в этой, в области, в нашем том регионе, в Южном, в котором там вообще, кроме Котловского театра, ничего нет. Народу много, и народ очень любит этот Котловский театр, и он ездит на гастроли, поэтому, конечно, это наша головная боль. У нас уже написаны письма и Калягину, и вот Министерство культуры. В общем, как бы мы боремся с этой историей, но так как с деньгами очень сложно, очень сложно с деньгами, и поэтому я так думаю так, если выдаются, ну, в смысле, выделяются деньги Единой России, партии Единой России на постановку спектакля, то я думаю, что нужно как-то так сосредоточиться и все-таки поставить этот спектакль, приобрести для этого, в рамках этого спектакля, какие-то новые пульты управления, какие-то новые звуковые вещи, какие-то, я не знаю, там, ну, естественно, что и костюмы, и реквизиты, и все такое, и показать, что поставить этот спектакль, да, в таких, может быть, ужасных условиях. Заявить о себе. Да, но заявить, опять же, о себе, сказать, что, а кто его знает, может быть, мы сможем как-то отправить тот же Котлысский театр с этим спектаклем на какой-то фестиваль, ведь вот Театр нации, на Театр нации Евгений Миронов, он же проводит фестивали малых городов, и вдруг так получится, что они с этим спектаклем туда поедут, прозвучат, и поэтому тут, конечно, я все, я понимаю, у них у бедных сетка натянута над потолком, чтобы на зрителей не падала штукатурка, но нельзя эти деньги тратить на ремонт, ну, ни в коем случае нельзя. И пропускать и отказывать тоже нельзя, правда? Ну, пропускать эти деньги, да, это очень хорошо, это прекрасно, что вот эти два города вошли в эту программу. В Северодвинском театре проблемы другие, там как у них настроение? Ну, в Северодвинском театре, в Северодвинском театре там, конечно, все получше, потому что все-таки это атомный город, и там совсем как бы все по-другому, и финансы, наверное, по-другому, и директор там, Любовь Геннадьевна тоже, ой, Алевтина Геннадьевна тоже, она такая у нас очень деловая женщина, поэтому там, конечно, совсем по-другому. Они вообще молодцы, они даже в мае-июне, в мае проводят вместе с Театром нации целый цикл занятий с их актерами, там, значит, и сцен речи, сцен движения для подготовки вот к этому спектаклю, который они будут делать, я уже сказала, по Пикулю. Я думаю, что они в марте уже напишут инсценировку, и в мае-июне они уже будут, конечно, выпускаться и откроются. А сроки какие-то ставятся? Ну, сроки, конечно, ставятся. Вот я была на селекторном совещании «Единой России», они, конечно, ставят сроки, что сентябрь-октябрь, им бы хотелось видеть уже ну, как бы работу, которая сделана на эти деньги. Но я думаю, что театры как бы успеют сентябрю-октябрю, потому что «Метель» будет выпускаться уже вот-вот-вот скоро-скоро, 27 марта, к дню театра. А ребята из Северодвинска, они, конечно, это все сделают, я так полагаю, сентябрь, октябрь не откроют сезон этим спектаклем. Единственное, вот я вчера с Голубьевым разговаривала, единственное, что у них, естественно, паника, денег еще нет, мы работу начали, будут ли деньги. Я говорю, ну, Любовь Геннадьевна, я была на селекторном совещании, Москва обещала, в марте деньги будут. Я думаю, что они выполнят свои обещания, деньги сделают. Да, Наталья Викторовна, вы говорите о том, что действительно, и все это знают, что бюджет напряженный, и страны, и регионы, но, вот если вспомнить три года назад, разве, вот вы, да, в театре служите много лет, разве остальные те актеры, вот и Северодвинска, и Котласа, могли предположить, что государство начнет выделять миллионные субсидии на театральные нужды, и на дома культуры малых городов, да, то есть получается, что все-таки настроение, чаяния, пожелания людей слышат, и подвижки-то есть? Ну, очень хорошо, дай бог, чтобы это было не единое какая-то, одноразовое какое-то влияние, дай бог, чтобы это все было, тем более, что 18-й год уже официально объявлен днем театра, годом театра, целым годом театра, и поэтому, дай бог, что это не какая-то акция, потому что театры это живут ведь очень тяжело, и то, что, например, Котласские театры им дают на постановке всего 200 тысяч в год, то, конечно, 4 миллиона это очень большая сумма, это огромная сумма, и дай бог, чтобы они ее освоили, и дай бог, чтобы у них все получилось. Ваша роль как координатора в чем заключается? Ну, моя роль в чем? Ну, вот быть как бы связующим звеном между Москвой и между Севернинском и Готласом, хотя, ребята, они совершенно все самостоятельные, все они делают, ну, помогаем, естественно, советом там, или еще что-нибудь, чем-нибудь, так что, вот так. Лея Викторовна, спасибо. Пожалуйста. Я вспоминаю, что с нами была Наталья Малевинская, координатор партийного проекта театра Малогородов. А сейчас в Устьянский район. К нашей Малиновке вновь приковано внимание всей страны. На уходящей неделе там стартовало первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Проведение крупных лыжных состязаний нам доверили неспроста. Ведь в 2015-м Устьянский район уже принимал молодежное первенство и чемпионат России. И вот снова в бой. Из Малиновки репортаж Артемия Заварзина. На трассах Малиновки затишье перед большой спортивной бурей. У героев дня последние приготовления. Кто-то приводит в порядок форму, а заодно и мысли в голове. Другие навострели лыжи в столовую. Хороший завтрак для чемпионов первый шаг к победе. Сегодня вот скажи, что ты выбрал? Почему? Почему гречка? Почему салат из капусты? Салат из капусты, так как там есть много витаминов, гречка, эта каша, она нужна для восстановления. Пока спортсмены восстанавливают баланс калорий и витаминов, тренеры штурмуют вакс-кабины. Именно здесь идет подготовка главного инструмента будущих побед. Оказалось, правильно смазать лыжи все равно, что провести предполетную подготовку на космодроме. Погода скользкая, если лыжи не поедут, то на попадание в 30, как говорится, чтобы дальше участвовать, ну, шансов очень мало. Но перед стартом все равны и готовы к бескомпромиссной борьбе. На первенстве разыгрывается 8 комплектов наград. В прошлом сезоне на первенстве России по лыжным гонкам среди юношей девушек команда Архангельской области заняла 11 место. И вот спустя год хороший повод взять реванш, тем более здесь, в родной Малиновке. Помимо 10 спортсменов по морю, на старты выходят свыше 300 лыжников из 50 регионов страны от Дальнего Востока до Калининграда. Открыли соревнования девушки. Дистанция 5 километров свободным стилем. Свободу эмоциям дают и наставники. Давай, давай, не тянуть, не тянуть, не тянуть. Давай, давай, вся надежда. Там я скажу. Давай, давай, давай. Двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова как никто знает цену, победам и поражениям. Переживала, когда кто-то сходил с дистанции. Трасса действительно не из простых. Сложный рельеф, перепады высот, да и у большинства акклиматизация. Было холодно вчера, но после обеда вот только покатались. Уже первый день тоже не стали кататься, ну то, что холодно было. Морозы, наверное, не испугали. Ну, до нас ничего не пугает. И вот первая победа в Малиновке у спортсменки из Новосибирска Екатерины Мегить 5 километров за 14 минут 26 секунд. Первый подъем я решила поэкономить тело чуть-чуть, а там уже смотреть по самочувствию. Отлично себя чувствовал на дистанции 10 километров пермский лыжник Павел Соловьев. Он показал лучший результат среди юношей, отрыв от ближайшего соперника полминуты. Я себе подарок на день рождения сделал, у меня вчера день рождения было. Он прибавил, значит... Не знаю еще, как буду обмывать. Обмыть награды спортсменам из Архангельской области в первые дни не удалось. В индивидуальных гонках мы не на пьедестале почета, но в двадцатке лучших. В спринте нашим девушкам удалось дойти до полуфинальных забегов. Неплохо, если учесть, что на старт выходило 180 спортсменок. Шансы есть всегда, потому что это спринт. Нужно просто бороться, бежать. Спринт или эстафетная гонка спортсменам в Малиновке одинаково комфортно. Архангельской области доверили проведение соревнований не случайно. спортивной инфраструктуры. Наши спортсмены на крупных российских стартах стали показывать серьезные результаты. Тренерский штаб показал себя с позитивной стороны. И в этот раз северяне не затерялись среди сотен участников гонок. После двух дней соревнований Архангельская область в первой десятке командного зачета. Захватывающие гонки ожидают Малиновку и в марте. Архангельская область принимает участников всероссийской спартакиады учащихся. Такие соревнования пройдут в нашем регионе впервые. Артемий Заварзин, Евгений Зыков. Семь дней в регионе. Малиновка, Устьянский район. На этом у меня все. Далее на телеканале ПС новый выпуск «Бизнес-панорамы» с Алексеем Шемякиным. Приятного просмотра и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова